В Саранске проходит Всероссийский светотехнический форум. Он пока не имеет статуса международного, но иностранные компании проявили к нему серьезный интерес. Павел Степаненко побывал на открытии форума и узнал новые для себя слова и термины. Все, что есть интересного, нового и перспективного в отечественной и зарубежной светотехнике, в эти дни можно увидеть в Саранске. На базе Мордовского технопарка проходит четвертый Всероссийский светотехнический форум с международным участием. Здесь представлены 40 ведущих отраслевых центров нашей страны и иностранные гости. Их география от Финляндии до Китая. Обсуждают то, как будет развиваться в ближайшие годы все то, что нам дает свет. Дома и на работе, в общественных местах и в сельском хозяйстве. Основной упор на современные энергосберегающие технологии и их экономический и социальный эффект. Новые современные технологии позволяют не только сократить, существенно сократить, в разы раз, в разы потребление энергоресурсов, снизить размер платежей граждан за коммунальные услуги бюджетов на содержание бюджетных учреждений, но и существенно повысить качество жизни. В докладах и выступлениях мы слышим новое для себя слово. Агрофотоника. Этому термину всего год. Однако инициаторы создания нового направления в науке верят за ним будущее. Минпромторг заботился программой по фотонике. И в рамках этой программы появилось направление биофотоника. Воздействие квантов света на живые организмы. И уже тогда было понятно, что аграрный сектор будет расти стремительно. Туда пойдут инвестиции. И сочетание вот этого экономического фактора и технического, что сельдиоды могут обеспечить конкуренцию натриевому света в теплицах, позволило нам начать эту работу. Если заменить традиционные, довольно затратные лампы в теплицах на светильники нового образца, можно будет хорошо сэкономить. Светодиоды меньше потребляют электроэнергии, а служат в разы дольше. Нужно только подобрать их параметры, чтобы свет как можно лучше подходил для растений. И в Мордовии над этим уже работают. Я знаю, что ряд наших научных центров, предприятий уже с тепличным работают. Ведутся опытные образцы по созданию. И уже есть наработки по изучению влияния освещения на урожайность продуктов, на их качество. Это очень важно. Также важно сделать отечественные светодиодные светильники дешевле и качественнее. Для этого на федеральном уровне решили. Надо стремиться к тому, чтобы государственный заказ получали только те их производители, которые используют российские комплектующие. На 100% этого добиться пока не удастся. Кристаллы у нас используют импортные. Зато источники света на их основе делают уже пять наших компаний. Четыре из них приехали в Саратск на форум. Задача загрузить эти компании таким образом, чтобы они на объемах получили достаточную рентабельность. И консолидированный заказ к ним – это сегодня предмет для самого живого обсуждения внутри нашего сообщества. Это как раз и есть главная задача форума – стать площадкой для обсуждения насущных вопросов отрасли. До заключения прямых контрактов дело пока не дошло, но организаторы уверены – это только вопрос времени. Павел Степаненко, Сергей Бебинов. Наши новости.